Вы слушаете Радио Болтком. Утро на Болткове. И вот оно, утро уже не такое холодное, между прочим, уже нам сегодня обещают плюсовую температуру. Кстати, вот мы когда вчера говорили с Константином Рангсом по поводу программы климат-контроль в 9 часов, он сказал, что именно во время программы будет, по всем прогнозам, с минуса на плюс погода переходить, поэтому как раз таки будет у нас об опасности гололёда. Именно вот Костя такой климат-контролёр. Переключает в ручном режиме. Рычаги вот эти все. И всё поплывёт. Обещают же прям поводок, как будто бы весна настоящая. Но чувствуется какое-то дуновение такое приятное. Не предновогоднее, а совсем набор. Весна. Но не совсем. Весного пения в погожий день. Вот всё вот в эту сторону. Ну что, мы пока, давайте, ещё в минусе, но совсем глядя на плюс с прицелом. Но, как принято сейчас говорить, зато в моменте и в ресурсе. Боже мой, какие вы, знаете, просто фразеологизмы. Я слежу за происходящим в ТикТоке, между прочим. Да, знаменитый, можно сказать, ну, давайте так скажем, начинающий ТикТокер и знаменитый ТикТокер сошлись сегодня в студии. И совершенно полный профан в этой области, который будет просто жадно впитывать, смотреть вот этими горячими глазами на двух звёзд современных технологий. На полторы звезды. Ну, хорошо, на полторы звезды. Знаешь, это звучит как-то уже как какое-то общежитие на полторы звезды. Пять звёзд, вот пятизвёздочные просто у нас сегодня какие-то совершенно... Это, правда, в студии максимально комфортно. Да, и у нас в студии Артур Чех, актёр, и популярный очень ТикТокер, блогер и популяризатор искусства. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Очень приятно. Да, не так давно мы общались по Зуму и решили, в общем-то, не то чтобы повторить, а продолжить наше живое человеческое общение, пользуясь случаем. Тем более, что Артур приехал на несколько дней буквально в Ригу, на родину. Здравствуйте. Здравствуйте. Приятно видеть вас, собственно. Очень рад, очень здорово. И в студии, и в Риге. Давно ли не были... Как изменился город, на ваш взгляд? Похорошел ли? Не знаю. Открылась, ну, пара новых точек кофеина, я вот заметил. В целом, как бы, я просто уехал совсем недавно, потому что я здесь был прям долгое-долгое время, разбирался с документами. Вроде ничего не изменилось, кроме снега. Ну, кофеина открылись. Я вот прям замечаю, что в каких-то вот точках, иногда даже очень клёвых, открываются повсюду кофеины, как будто хорошие места куда-то. Не то, чтобы мы были особо против, но это название третий раз прозвучало за неполные 30 секунд. Нас могут обвинить в скрытой рекламе, так вот это не так. Да, ни в коем случае, ни в коем случае. Открываются новые кофейни, город живёт, несмотря на все ковидные ограничения. Это здорово, это приятно. А вы говорите, документы оформляйте. Прошу прощения за интимный вопрос. Вы всё на ПМЖ уже собираетесь? Ну, всё, да, я переехал в Москву, да. Всё уже. Ну, да, вот в апреле я уехал, и всё, не планирую пока что переезжать из Москвы. Ближайшие пару лет. Страна теряет лучших людей. Но, с другой стороны, сейчас поверх барьеров мы можем, в общем-то, не считаясь за границами, общаться через новые технологии. Это связано каким-то образом, переезд с успехами как раз на новом поприще? Насколько оно... Я переформулирую вопрос. Насколько вот эта новая, как бы, страница рода деятельности, она является перспективной? Ну... Связать вот жизнь... Ну, я не знаю, как начать всю жизнь, но вот я вот когда переезжал в апреле, я, в принципе, и ехал, думая о том, что, как бы, вот в Москве что-то да получится с этим делом. У меня тогда было совсем чуть-чуть подписчиков, даже сотни не было, то есть вообще непонятно, что из этого могло произойти. Я даже лекции не читал, ничего не было. А каким образом меняет Москва, ну, то есть открывает какие-то новые возможности? Ну, понимаете, просто самая простейшая вещь, это то, что TikTok, он работает, ну, как бы, по определенным алгоритмам, да. Допустим, я сейчас нахожусь в Латвии, у меня латвийская сим-карта, да, и автоматически все мои ролики в первую очередь выбрасываются на латвийскую аудиторию. То есть это так вот программа продумана. После, если они кажутся зрителю интересным, они досматривают его до конца, он начинает распространяться дальше, дальше, дальше и так далее. А, как бы, и первая основная вещь, это когда ты переезжаешь в Москву, у тебя российская сим-карта, и TikTok автоматически тебя выкидывает на Москву. А там жителей, как бы, примерно в 10 раз больше, чем в нашей стране. Вообще, да. Да, и поэтому, как бы, публика, она, как бы, потенциально больше. И, ну да, оно дало свои плоды. Хотя в Риге меня принимают так тепло и радужно и хорошо, что мне прям приятно. Ну, получается, что здесь ведь еще есть языковой, я понимаю, какой-то барьер, когда мы говорим с Латвией. У нас еще вот не такая большая страна, и, ну, как минимум, для половины зрителей, может быть, какой-то неинтересно из-за языка. Ну, на самом деле, я скажу, ну, конечно, для молодежи может быть, да, потому что молодежь, я замечаю, в последнее время все меньше и меньше говорит по-русски. Как бы, нормальное абсолютное явление, но у меня очень много подписчиков из Латвии, которые говорят по-латышски. И даже, допустим, во время прямого эфира, там, в Тик-Токе, когда я читаю лекцию, там, допустим, дело доходит до вопросов, и я часто вижу возникающую латышскую речь, латышский язык. Как бы, я точно так же отвечаю по-латышски, когда, ну, уже мы переходим на личную беседу, да, то есть, ну, они понимают, слушают и им нравится. Мне кажется, что, ну, то есть, не такой он сильный, этот языковой барьер, то есть, нет вот этих предрассудков, что касается искусства, да, то есть, я говорю по-русски, и потом, если вдруг у них возникнут какие-то тонкости и моменты, я отвечу им по-латышски. Но в целом, как бы, вообще отлично слушают, мне очень нравится. В пользу случаем, давайте прямо сейчас тогда проанонсируем, вы же не просто так приехали, у вас две лекции. Да, я бы хотел проанонсировать две лекции, но вышла такая штука, что вчера забрали абсолютно все билеты, и мне просто уже нечего анонсировать. Да, да, все забрали, поэтому... Полный аншлаг, слушайте, ну, а дополнительную пора устраивать? Было бы здорово, да, времени не хватает, я так приехал всего на 3-4 дня. Ну, в январе сделаем побольше, три штучки. Ладно, давайте тогда поговорим о том, чего многие не увидят и не услышат, что это будут за лекции, как часто вы их практикуете, насколько... Опять же, вы не являетесь профессиональным искусствоведом, но популяризатор в самом хорошем смысле и заслуженно пользуетесь интересом. Тем не менее, из чего состоят ваши лекции, как они проходят? Этот режим, он максимально отличается от того, что вы делаете в том же самом ТикТоке в этом вот ограниченном времени. Да, конечно, ну, то есть лекция это, как правило, 2-2,5 часа мероприятия. Ну, зритель собирается, я всех угощаю вином, закусками, они пьют, общаются, потом начинается лекция. Она разделена всегда на два блока, мне очень нравится делать с перерывом, чтобы зритель мог немножко впитать в себя. Ну, выбирается какая-то тема, как правило, в научных лекциях я веду историю, то есть через века, да, сквозь времена. То есть я выбираю для себя какую-то центровую тему и вот ее провожу через все искусство на протяжении веков. Ну, конечно, не все, но и я стараюсь это делать максимально подробно и информативно. То есть если в ТикТоке как бы ограниченность времени позволяет мне быстро пробежаться по основным фактам, то когда, то есть я это все компенсирую своими очными лекциями, потому что когда ко мне приходят люди, я им прорабатываю тему прямо от начала и до конца со всеми ответвлениями, которые могут возникнуть. А с другой стороны, в ТикТоке есть возможность показать картины, детали картин, а на лекциях что? Конечно, огромная стена с проектором, ну как без картины, ни в коем случае. Даже в ТикТоке, когда вот раньше не было функции прямых эфиров с комплюктера, вот сейчас мне наконец-то ТикТок предоставил эту функцию, и даже когда я выхожу в прямой эфир в ТикТоке, раньше это дело просто, я говорил и вот так вот с зеркалищем, с зеркалищей засвеченной камерой все это показывал, сейчас я подготавливаю даже специальные презентации в ТикТоке на прямые эфиры, чтобы зритель мог наглядно все это видеть, все это транслировать. Без этого никак, да. Ну и тут необходимое тоже одно ответвление, давайте уточним, чем в принципе занимается Артур. Артур вот на этом самом ресурсе, на этой платформе ТикТок, которые многие воспринимают как нечто несерьезное для тупой молодежи, записывает ролики. Ролики посвящены истории искусства, рассказывают о картинах, о художниках, какие-то либо забавные, либо скандальные факты, и действительно, в общем-то, это пользуется бешеной популярностью, и делается все это легко, в доходчивой форме и визуально весьма привлекательно. Но, с другой стороны, вот есть очень интересный момент, точка соприкосновения, мне кажется, такого очень популярного и высокого искусства, это картины, ставшие мемами. Вот в чем секрет, парадокс вот этих картин, чем могут привлечь, скажем, аудиторию молодежную вот какие-то сюжеты классических полотен, почему именно они становятся? На самом деле, больше, конечно, мемов происходит из средневекового искусства, их намного больше, и в первую очередь, благодаря прекраснейшей команде страдающего средневековья, просто боги, мечтаю с ними посотрудничать, их обожаю. Да, и она у меня страдающего средневековья, книжка, это как тот томик, который я всегда ношу с собой. Микеланджело всегда под подмышкой носил Данте, а я всегда вожу с собой страдающего средневековья. Ну, а потому что вот эти вот классические шедевры, как правило, они из барокко приходят, такого более уже развитого искусства, да, когда они уже нашли реализм, стали что-то там экспериментировать с сюжетностью, и там всегда такие персонажи, они прям, они очень универсальны, они всегда очень такие, часто натянутые, но очень универсальные там, как это называется, мины на лице, да, или какая-то поза очень такая вот прям, которая проходит сквозь века, да, и она за счет того, что она натянута, причем подчас очень искусственно натянута, да, до какого-то момента, она, может быть, поэтому и становится... То есть такая вычурность, да, определённая? Нет, ну бывает, конечно, вычурность, но иногда граничащая с вычурностью, но подчас она как бы такая прям доведённая до абсолюта, я бы не назвал это вычурностью. То есть бывают, конечно, ужасные картины, особенно когда барокко переходит в классицизм в 17 веке, там очень много вот такого прям кошмарного, то есть хочется смеяться, когда на это смотришь. Но в целом, то есть мы узнаём себя, потому что люди не меняются, ничего не поменялось, то есть поменялись какие-то технические там возможности, поменялись там нюансы в нашем подходе к жизни, но в целом человек, как был человеком, так он и остаётся. Поэтому люди, когда видят вот эти вот самые универсальные позы, универсальные выражения лиц, они, конечно, в этом узнают себя, им хочется над этим посмеяться, как-то это поднять, приблизить к себе, и это здорово, я обожаю такие мемы. То есть как реагирует публика, например, когда популярный мем, ну просто вот все его знают как мем, вдруг выясняется, что это картина какого-нибудь известного достаточно художника, или вот с интересом они смотрят, но по сравнению с другими сюжетами. Да, ну на самом деле больше интереса, конечно, возникает, когда просто разговор идёт о шедевре, который все знают, все видели, но никто не знает, что это такое, как, вообще, зачем, почему. Вот тут, наверное, намного больше и выше интерес, да, когда они слышат привычное имя или привычное название, или видят привычную картинку, а мем, ну они просто такие, о, да, здорово, я не знал, прикольно. То есть в основном так. Для меня самое лучшее, это когда я, допустим, читаю комментарии, я вот делал мем про эту знаменитую, господи, Дионис Айарян, ну пока рядом, да, вот это вот разговор-то было, вот эта женщина сидит перед мужчиной со стручком, да. Было здорово читать комментарии, когда люди говорили, что, а, обалдеть, пойду-ка я, ну то есть я посмотрел в деталях, теперь всё на меня наконец-то стало понятно. Вот такие вот моменты для меня прям святые, мне прям нравится. О святых моментах. У вас есть одна серия роликов, если не ошибаюсь, дурные советы из Ветхого Завета или близко к тексту. Как часто прилетает за оскорбление чувств верующих? Да, постоянно кто-то на что-то жалуется, ну как бы, ну прям чтобы за оскорбление чувств верующих. Не, ну когда-нибудь, наверное, меня посадят в тюрьму, я не знаю. Не, ну смехом, но на самом деле, учитывая происходящее, то, куда вы переселяетесь, следственный комитет рано или поздно действительно может заинтересоваться почему-то сигналом. Да, может. Совершенно нелепому и тоже натянутому. Какой-то, ну не знаю, можно ли это назвать профессиональным цинизмом, но нечто подобное приобретается, или как вы реагируете на подобные комментарии? Насколько всерьёз воспринимаете? И готовы ли смягчать что-то в вашем... Ну самоцензуру, условно говоря, чтобы там не обижу ли я кого-то там. Не, ну понятное дело, что вообще, в принципе, ТикТок-платформа достаточно агрессивная в целом. Она агрессивная. В отличие, например, от замечательного Твиттера или даже от Инстаграма, народ в ТикТоке, они довольно агрессивные. То есть они очень агрессивно настроены. Они любят всё, как бы на всё высказать свою точку зрения, желательно во всех подробностях, желательно самая отрицательная оценка, максимально. Мне кажется, это, с одной стороны, хорошо, потому что люди... Почему насилие меньше? Потому что в соцсетях люди стали всё это сливать. Вот поэтому это хорошо, что люди, как бы, лучше пускай пишут комментарии, чем потом будут с кем-то спорить, драться или ещё что-нибудь в этом духе. Но, с другой стороны, конечно, вот эта свобода, да, вот эта анонимность, которая вот специально заставляет людей, как бы, очень остро на всё реагировать, не разбираясь, по большому счёту, что конкретно происходит, о чём конкретно идёт разговор, да, но просто услышав то или иное знакомое для себя слово, якобы святое. Ну, как для этого надо начать думать? Вы мне бы предлагали? Нет, 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 я тоже об этом... С точки зрения того, кто вот так максимально нервически реагирует, вместо того, чтобы включить какое-то восприятие и задуматься о происходящем, ну, легче же отреагировать на уровне инстинкта? Ну, конечно, конечно, сразу хочется влезть в драку. Особенно, когда ты знаешь, что эта драка для тебя, ну, как бы, не станет ничем страшным. То есть, когда ты уверен в том, что... То есть, ты пишешь комментарий, даже если тебе ответят, и даже если там тебе будут отвечать с ироническим смайликом в виде вот этой скобочки, да, то есть, ты знаешь, что этим дело ограничится. Ну, может быть, кого-то это прям трогает, он сидит дома пыхтит там, уж нервничает, но когда ты знаешь, что это ничем вообще не кончится для тебя... Ты скрыт ником. Тебе комфортно, как бы, и тебе даже, может быть, хочется, может, ты специально сидишь в ТикТоке, хотя, реально, иногда хочется... Просто отвечать им по типу того, что, ребята, пожалуйста, прочитайте, посмотрите видео внимательнее, поймите, о чем идет речь. Я не говорю про то, что Библия не свята, я не говорю про то, что христианство – это плохо, я не говорю, что иудейская культура – это плохо. Я сам христианин, и я искренне, как бы, люблю христианскую культуру, ее всячески изучаю со всех вообще сторон, и она меня восхищает в целом. Я, как бы, понимаю, почему христианство стало двигателем европейского человечества. Я понимаю, почему христианство привело нас в замечательную студию, технически оснащенную, за такую интересную беседу. Это очень здорово. Но есть просто сюжетные тонкости в этих старых произведениях, которые меня заставляют улыбаться. Как бы, и самое интересное, что... Ведь ничего не поменялось. Люди до сих пор ведут себя подчас так, как в этом самом Ветхом Завете. И, может быть, я не буду останавливаться и как-то цензурировать эту рубрику, потому что факт остается фактом. Для кого-то это может быть зеркало. И, может быть, те люди, которые либо готовы были бы поступить в таком ключе, либо считают, что так правильно, может быть, именно поэтому они так злостно реагируют и говорят, что вот, вы оскорбляете чувства верующих и так далее. А продолжая вот разговор про чувства верующих, раньше люди, когда подходили к картине, для них, в принципе, сюжеты Библии, они были абсолютно понятны. Даже в церквях, вот в эпоху Средневековья, ведь скульпторы, они практически иллюстрировали Библию, сюжеты, и для того, чтобы паства прекрасно понимала, им читают проповедь, и здесь рядышком картинка. Современному человеку часто бывает это абсолютно непонятно, что происходит, где, почему все эти сюжеты, там, Сусанны и Старцы, или какие-нибудь там в рам приносят жертву своего сына, какие-то, ну, это абсолютно что-то вот совершенно какие-то... Вот нужно ли это все рассказывать, объяснять, вот насколько это интересно людям для того, чтобы понять смысл картин, который оставался, может быть, они ходят по Эрмитажу или там в любом другом музее, для них это не абсолютно какой-то темный лес. То есть, ну, это обязательно нужно рассказать, просто обязательно. Мне еще больше всего, чуть-чуть вот сразу на секунду отвлекусь, мне еще вот очень часто... Меня вот обижает, и я больше всего сейчас переживаю, не о плохих советах о Ветхом Завете, я больше всего переживаю, что, допустим, я показываю людям какой-то перформанс, или я показываю какую-то инсталляцию концептуального искусства, да, которое намного ближе нам и по смыслу, и по мет... ну, и подходу к искусству, да, то есть любое современное искусство почему-то у современного человека сразу вызывает отторжение. Они говорят, вот, раньше люди рисовали, все было понятно, доступно, так в этом-то и проблема, что то, что было раньше, оно намного более непонятно, чем то, что происходит сегодня. Сегодня нас больше вызывает, ну, как бы, нас больше призывает просто к простейшим отсылкам из нашей жизни, какой-то визуальным эффектам, мы можем просто ходить, смотреть, думать. Нам даже не надо писать на эту тему книги, то есть оно просто для того, чтобы мы задавали себе какие-то новые интересные вопросы. А вот старое искусство, оно же напичкано вот этими вот привычными для той или иной эпохи, да, для того или иного общества символами, которые большинство из нас не понимают вообще, и об этом, конечно, да, нужно говорить. Очень много желательно. Не то, чтобы я хотел спорить сейчас с вами, Артур, но вы чётко обозначили, вписав искусство именно в культуру, которая была привычна, то есть тогдашнему человеку было понятнее, потому что он жил в этой культуре, в этой христианстве. Сейчас, учитывая разделение государства и церкви, эти символы десятилетия отдалялись, 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 что называется, от народных масс, поэтому приходится объяснять все эти библейские сюжеты. Тогда они жили в этой культурной среде, а современное искусство требует... По этой причине нужно объяснять и возрождение, и готику, и так далее и тому подобное. Современное же искусство напичкано своими символами, своими отсылками точно так же требует... Лучше всего, если у какой-то инсталляции рядом есть табличка, поясняющая, что хотел сказать автор, потому что иначе это бесконечное... Не бесконечное, поле для бесконечной фантазии. Ну, смотрите, вот если мы будем говорить совсем про сегодняшний день, вот прям сегодня-сегодня. Сегодня, последние уже лет 20-30, искусство на самом деле ничего не производит, а занимается тем, чтобы перекомбинировать то, чего достигли в 60-е и 70-е годы. Вот это был уже пик абсолютный, да, появление перформанса, тотальная инсталляция, рассвет просто и цветение концептуализма. Вот читать нужно в основном вот это вот, потому что как только ты для себя вот так вот комбинируешь вот эту вот базу, которая была, да, ты про неё читаешь, просто потому что ты не можешь это увидеть, да. Многие концептуальные произведения остались только на фотографиях, и дай бог, если кто-нибудь, кто купил право на интеллектуальную собственность, их повторит, да, потому что некоторые художники уже успели к этому моменту умереть. Вот как только ты для себя осознаёшь вот эту базу, то ты приходишь сегодня на выставку какого-то современного художника, у тебя уже, тебе не нужно слушать, что он там заложил, если ещё такое понятие смерть автора. Не важно, что художник там придумал, если я понимаю это по-другому, это его проблемы. То есть надо было думать раньше. Делай так, чтобы было вот точно и понятно, как ты хочешь. Это здорово. Вот, и как бы я прихожу, и мне уже не нужно стоять рядом с художником, читать таблички и понимать, потому что я, в принципе, что вижу. Если я живу в культуре, то я автоматически это считываю. Точно так же, как и в классическом мире, да. То есть они как бы с детства, вот как вы говорите, читали Библию, потому что, ну, если читать умели, конечно. И поэтому у них вот эти все святые, они их сразу узнают. Они не знают, что, там, не знаю, то есть святая Агата, она всегда будет стоять с грудью, потому что ей отрезали грудь, да. Они знают, как убили. Себастьяна, да, там. Да, Себастьяна стрелами пронзили. Там Матфея убили там со спины и всё такое. Все библейские сюжеты, да. Так и точно так же мы сегодня живём. Просто нужно, ну, как бы, один раз нужно немножко, как бы, войти в это, а потом просто оно само потечёт, как по маслу. В этом-то и прикол искусства, что ты один раз для себя всё это вбиваешь, и ты просто потом кайфуешь от того, что, офигеть, я всё это знаю, оказывается. Всё так просто. Это всего лишь там обалдеть. Но для современных, мне кажется, художников, ну, для современных вообще творцов искусства, мне кажется, главная проблема в том, что здесь не существует тогда культурного кода. Ну, то есть вот если раньше было всё, ну, можно, люди бы хотя бы понимали, то если мы приходим на выставку современного искусства, нам обязательно нужен куратор, который будет, ну, должен нам растолковать, расшифровать заложенные символы, потому что у нас нету этого вот культурного, ну, общепопулярного культурного кода. Ну, вот, как бы, он появится, если этим, ну, как бы, понятное дело, что не нужно сидеть, как я, там, по 12 часов в день, читать, изучать, сравнивать, прописывать, да, сопоставлять, но если просто регулярно, как бы, если регулярно ходить на выставки, там, 2-3 раза в месяц, если что-то там раз, одну-две книжки читать в месяц, там, слушать Артура Чехова в ТикТоке или ещё кого-нибудь, да. Нет, я говорю к тому, что вот я прихожу на выставку, вижу там 12 затушенных бычков, и вот мне нужен куратор, чтобы мне объяснить, понимаете, ведь смысл это в том, что художник задумался над сущностью бытия, и вот эти 12 бычков обозначают, значит, вот, не знаю, там, что там. 12 знаков зодиака. Зодиака там, да, или вот начинать вот это, ну, хотя потом, ну, вот, когда отводишь этого куратора в сторону, слушайте, ну, ведь это же, наверное, ну, конечно, это ерунда, ну, я же должна как-то вот что-то это объяснить и рассказать. Не, не совсем, конечно, вот если куратор говорит, что это ерунда, то это, конечно, грустно, да, это прям печально, но в чём смысл, понимаете? Вот вы приходите и видите 12 бычков. Самое клёвое, что есть в современном искусстве, это то, что в отличие от классики, вам не нужно вот знать вот эти стабильный набор символов. Цензуры вот этой нет, которая всё тебе указывала, всё за тебя придумывала. Потому что самая большая проблема была, допустим, готического, позднего готического периода или раннего возрождения, то, что основной заказчик церкви, ты вот как художник приходишь, и тебе говорят, хочу Сусанну и Старца. Я говорю, хорошо, я предлагаю, я хочу, чтобы всё было в охре, я хочу, чтобы Сусана сидела не в центре, а чуть-чуть сбоку, я хочу, чтобы старцы были сверху, хочу, чтобы Данил вылезал искусств. То есть и художник сидит и записывает, что ему нужно сделать. И тупо исполняет чужой заказ. Ну так тоже, в общем-то, нельзя было, потому что существовали каноны определённые. Не, ну, каждая церковь, тоже нужно понимать, что каноны, они, конечно, существовали, но это не значит, что был, как вот, не знаю, в тоталитарный период в наших странах, может быть, даже как сейчас в Северной Корее, что был какой-то большой глаз, который за всеми следил, говорил только так, а не иначе. Или трафарет обязательно Ленин вот с кепкой и вот с рукой протянутой. Да-да-да, ну, это не в состоянии был мир сам себя настолько плотно контролировать, да, и вот поэтому только в 17, ближе к 17 веку развивается инквизиция, потому что только тогда общество немножко зацентровалось, и тогда они начали потихоньку сжечь друг друга на кострах. То есть то, что было там, допустим, в раннем возрождении или в Средневековье, это были максимально локальные какие-то моменты, частные конфликты и так далее. И поэтому церковь, которая, да, у неё был как бы перечень канонов, который шёл с Ватикана, но пока он, допустим, ещё дойдёт с Ватикана, дай бог, там, не знаю, посла не убьют, нужно же тоже понимать вот эти все нюансы. То есть они делали всё, как хотели. Поэтому для нас такое странное и страшное вот Средневековье, и поэтому так много приходится объяснять страдающим Средневековью, потому что каждое абсолютно изображение, каждая традиция, они настолько локальны, и они настолько своеобразны. Это так здорово, потому что этой цензуры толком-то не было. Был бог, да, ну и всё. И каждый выбирал, как ему хочется этого бога изображать. Вернёмся к 12 бычкам. Да, вот. Прекрасный, на самом деле, пример. Потому что надо срочно запатентовать, а то сейчас украдут, а то надо сделать, а то компрессируется. А то срочно сделай, да. Срочно наперекур. Да. Так вот, когда-то искусство, оно несло в себе, ну, такое, воспитывало, являлось вопросом веры, да, какой-то нравственный императив, нравственная история была. Те же самые с Усанной Старцией. Это всё повторялось, 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 с одной определённой целью рассказать вот эту историю, там, с морально-этическим выводом. А 12 бычков, они о чём? Чтобы... Во-первых... Это та же самая составляющая. Или заставить о чём-то думать, о каких-то современных проблемах, не знаю, экологии, и чё-то ещё. Ну, смотрите, вот самое лучшее, что есть в современном искусстве, это то, что искусство перестало учить вас жить. Вот вы сказали фразу, что «мне нужно брать куратора, чтобы он мне объяснил, что это значит». Зачем? Понимаете, зачем обязательно у вас... Во-первых, зачем ставите вы себе постоянные вот эти авторитеты, да? Зачем должен... Почему вы считаете, что должен прийти дядя, который объяснит вам смысл той или иной инсталляции современной, да? Хотя бы, чтобы сравнить восприятие, что я считал в том, что я вижу, и то, что заложил автор. Ну, интересно же, зачем автор сделал эти бычков. Как я их восприму, это мой бэкграунд, это мой багаж, это то, что я успел почитать. Опять же, нет чистого восприятия. Вы говорите, зачем вам авторитеты? Вот они... Всё, что я за свою жизнь прочёл, увидел, сходил на выставку, всё равно это отображается в моём восприятии 12 бычков. Да, ну, смотрите... Куратор или лично автор, который рассказывает, «Саша, эти 12 бычков я в них заложил в такой смысл». А я ему отвечаю, «Чувак, а я срисовал совершенно другой». Так в этом-то и замечательная вещь. Для кого делается искусство? За счёт кого существует искусство? Не за счёт художника. Искусство существует исключительно за счёт зрителя. В первую очередь. И, как я уже говорил, есть такое понятие «смерть автора». Чисто постмодернистское явление, что когда художник делает какую-то вещь, он для этой вещи и для зрителя, который будет на эту вещь смотреть, он умирает. Всё, его не существует. Остаётся только тот код, который считывается публикой. И именно эта интерпретация, по сути, и важна. И вот, по сути, новыми искусствоведами должны быть именно вот такие люди, которые на это смотрят. Главное, чтобы они на это смотрели, да, чтобы не было самого страшного, что есть сейчас касательно современного искусства, то, что человек приходит, допустим, на выставку, говорит сразу «всё, до свидания», это полный отстой, потому что я не вижу «Монализа». Типа, вообще, кошмар. На это даже нельзя смотреть. Как только ты начинаешь смотреть, и ты вот снимаешь с себя вот этот предрассудок, что всё, я недостаточно умный, или я там, не дай бог, не считаю это искусством, как только ты вот эти вот все снимаешь, барьеры, остаётся вот это чистое восприятие. И это здорово, что вы увидите 12 знаков зодиака, вы увидите мультик «12 месяцев» из Советского Союза замечательный. Кто-то увидит апостолов. Кто-то увидит 12 апостолов, да, кто-то увидит проблему экологии. И в этом-то и есть смысл. Но всё равно, конечно, что когда на площадке, допустим, в той или иной галерее валяется мусор, сложно не считать, что речь сейчас как бы… Мы говорим про мусор. С чем связан мусор? Даже вот не надо быть особым искусствоведом, чтобы провести для себя спокойно, не торопясь, вот эту логическую цепочку, что мусор – это сегодняшняя, на самом деле, страшная проблема. Например, особенно в России. Да и в Латвии тоже с этим большие проблемы. Например, особенно везде, да. Да, особенно везде. Мы очень тормозим. Так вот, если поваляется мусор даже в галерее, уже как-то возникает мысль, что, господи, этот мусор, он уже везде. Мы живём в этом мусоре. Есть бычки, не знаю, там фантики, вот эти упаковки сигарет, всё это нас окружает, и мы вот живём, и наш мир состоит из этого мусора. И на самом-то деле, как бы, не нужно долго и сильно переживать и просить помощи у куратора, чтобы понять это. Я только что придумал, Олег, я придумал концептуальную штуку. В общем, перформанс, не перформанс, а инсталляция, мусор в музее. Просто везде раскидать мусор. Знаешь, с какой целью? Именно возбудить вот эту вот мысль, что желание убрать. И самое лучшее, если будет инсталляция, то есть это будет перформанс за счёт зрителя, да, замечательно, это придумали. Да, он у него дает мешок, и он выносит этот мусор с собой. Да, это прекрасно, это замечательно, это замечательная идея, вы художники, я честно вам скажу, это потрясающая вещь. И вот так вот искусство и должно происходить. Благодаря вот 70-никам, 60-никам, они наконец-то нам доказали, что искусство всё-таки это не только про определённую технику, определённый материал. Искусство — это про идею, искусство — это про возможность привлечь людей через вот этот вот медиум, да, к тому, чтобы решать нашу жизнь, влиять на неё. У меня просто возникает сразу очень самый большой концептуальный вопрос, что является искусством, и вот каким образом какой-то бытовой предмет становится искусством? Ну, условно говоря, писсуар Дюшана становится искусством. Нет ли в этом какого-то религиозного акта? Ну, просто вот стоит какой-то предмет, приходит художник и говорит, вот именем своим я нарекаю тебя искусством. Теперь ты будешь... Ну, конечно, есть даже вопрос вот этого божественного вмешательства. Да, любой предмет становится искусством, как только в него, во-первых, вкладывается какая-то идея, как только она получает значение отлично от своей функциональности, самая простейшая штука. То есть я как бы... Как только наушники кладутся на пятидесятам музея, они перестают быть наушниками, они становятся для чего-то нужны другого. Вот. И как бы, как говорит американское сообщество, ну, как бы объединение искусствоведов, да, вот это одно из самых крупных таких предприятий, что искусство — это всё, что угодно, что называет таковым автор и хотя бы ещё один человек. Как только два человека уже считают, что это искусство... Мама автора. Всё, замечательно. Да, если мама автора считает, что это искусство, в принципе... Моя мама сказала, что я хороший художник. Что я молодец. Достаточно. Мне нравится эта формулировка. А просто... Ворхол и его мама. Ну, да, кстати, если бы не было мамы Ворхола... Нет, на самом деле, очень много художников, у которых мама виновата в том, что они стали художниками. И у меня мама виновата в том, что... Я просто, извините за выражение, психосексуальная травма. Я однажды был на выставке мамы Ворхола, причём здесь через дорогу в Национальном музее. И что? Да, что тебя потрясло так. Я бы это назвал антивпечатлением. Ну, это вот тот редкий случай, когда я пришёл на выставку и подумал, господи, ну что это за ерунда? Ну, это лирическое отступление. Бывает, бывает. Это тоже бывает. Это отрицательство, кто хорошо. Была экспозиция, которая максимально, что называется, не зашла. Я всё время забываю имя этого художника, но классический пример, вот когда насыпана гора конфет барбарисок, и каждый может, значит, зайти взять, это называлось портрет моего друга, который умер от спида, испаноязычный, я не помню, вот сейчас фамилия у меня всё время вылетает из головы, и когда эта композиция продавалась, к ней, естественно, должен был быть сертификат, потому что можно зайти в любой магазин, купить те же самые вот эти 10 килограммов барбарисок, насыпать их точно так же на полу, и у вас будет, что будет? Вот реплика этого произведения? Это будет либо повторение, либо реплика, да, просто вот замечательно, я говорю, опять-таки, 70-ники придумали, по сути, ну, то есть заложили базу для того, чтобы появился NFT, потому что когда художники перестали делать классические объекты, а стали делать просто идею, подчас, допустим, выставка концептуалистов под эгидой Коши, это да, в 60-е, они сделали выставку, в которой не было ничего, не было ни галереи, не было ни объектов, ничего, они просто раздавали брошюры, в которых написано, так, на моё произведение это, значит, вот стоит, как это называется, кондиционер, который собой символизирует, что в нашем мире не хватает кондиционера, всё, как бы выставки больше не было, достаточно было текста, искусствоведческого текста о том, что это такое, и они вот заложили эту базу, что как бы... Первое нечто виртуальное такое абсолютно. то есть остаётся только идея, остаётся только сам факт того, что кто-то, когда-то с интеллектуальной точки зрения, что-то вот придумал, и у тебя есть единственная возможность это заполучить, и чтобы это воссоздавать у себя дома или где-то вообще в мире захочешь, это купить у него бумажку о том, что я официально продал свою идею тому-то, тому-то, дядя. В принципе, NFT на этой базе построен, что наконец-то мы просто сейчас существуем в мире, где идея сама по себе, да, даже без физического вот этого носителя своего, да, она как бы продаётся, и художники наконец-то за это получают деньги. Да, есть идея, Саша, слушай, это идеально, вот докручиваем твою идею, делаем ремонт в квартире, после этого говорим, что это помещение, это и есть выставка, квартирник, и люди просто выносят строительный мусор, собственно, мы после ремонта и освобождают квартиру от мусора, делают это сами бесплатно, ещё платят деньги за то, чтобы прийти на эту выставку, и освобождают это помещение от мусора. И называем это всё иммерсивным искусством. Да. Нет, единственное, главное, чтобы вы это красиво подали. Честно вам скажу, это очень клево, всё очень здорово, так и надо. Я вообще, я поддерживаю вот такое вот, оно только происходит. Ну, троих сообразий. Да, давайте я рекламу бахну в тиктоке, скажу, что это движение, приходите. Да, это здорово, в этом-то самое прекрасное, что есть в современном искусстве, что оно просто вот, оно берёт и вот проявляется из нашей жизни. И самое интересное, смотрите, мы вот 20 минут с вами поговорили про искусство, и у вас тут какая-то идейка, тут какой-то вопрос, тут какое-то воспоминание, тут какое-то ощущение. Вы просто на секунду, когда приоткрываете себя для искусства, искусства никогда не бывает вне жизни, оно прям влетает в вас. Например, например, Артур, такой вопрос. Мы львину долю эфирного времени посвятили современному искусству, и что-то у вас прозвучало там про образование, про багаж знаний. И невозможно не задать вопрос вам как непрофессиональному искусствоведу, тем более интересен ваш ответ, необходимо ли для современного человека, который называет себя художником в широком смысле классическое художественное образование. Ну, то есть все эти вот... Умения хотя бы рисовать. А вы как художник-художник, а вы рисовать умеете, киса как голова? Как не художник, не художнику. Чтобы создать нечто современное, важно ли уметь, ну, все эти формы. Я скажу так, что те художники, которые имеют за собой образование, у них лучше работают мозги, лучше работает идейность, и они больше понимают о том, как они могут что-либо сделать, да? Художник... Ну, конечно, я поддерживаю в любом случае, да, как бы хотя бы какой-то навык. Не обязательно, чтобы ты пришел там в какую-нибудь муху, да, в Санкт-Петербурге, и ты получил этот диплом через 6 лет или 4 года в зависимости от твоего факультета. То есть это не совсем обязательно. Но что-то как бы где-то чему-то учиться всегда здорово лучше, конечно, поучиться, чем не учиться. Но совершенно это не обязательно, и слава богу, потому что больше нет традиционного вида искусства. Инсталляция для сегодняшнего дня на самом деле намного более традиционна, чем, например, там, скульптура или живопись. А сразу в продолжение вопроса, нужно ли тогда учиться человеку, который рассуждает об искусстве, вот искусственному, условному искусствоведу, вот потому что мы понимаем сейчас, что этот весь, может быть, багаж знаний полученный, вот какой-то, он наоборот зашоривает, может быть, человека, который... Понимаете, вот тоже вопрос именно активического образования, да, ну, я вот поддерживаю в этом отношении Илона Маска, который сказал, что, ребят, учеба сегодня в институте, это протусовку. Вы туда приходите, у вас там куча народу, есть сразу знакомство, общение, какой-то движ, за вас дядя, тетя, они вам суют свои вот эти книжки, ими выбранные, или не ими, а кем-то задолго до них выбранными. И вы как бы вот в этой всей варитесь, вам дают какую-то базу, но если вы сами не начинаете копать дополнительно в том виде, в том ключе, который вам интересен, то толку от этого образования не будет. И в принципе, сегодняшнее, ну, как бы, если у вас вдруг нет денег на вуз, не надо, ради бога, не идите туда, потому что хорошо, у вас не будет тусовки, но все то, вообще, на самом деле, все то, что в классических вузах в академической программе заложено как базис, оно все доступно не просто запросто, оно доступно бесплатно во всяких огромных библиотеках, на всех почти языках мира. И в принципе, зачем вам, допустим, идти, платить деньги, сидеть пары, чтобы какой-то дядя дал вам книжку, которую вы можете набрать в интернете в гугле и скачать с таким же успехом, и точно так же прочитать и о ней подумать, послушать, не знаю, в интернете лекции или прийти на лекцию Артура Чеха, который тоже этим занимается целыми днями. В принципе, вот это вот академическое образование, я считаю, вот в этой сфере совершенно не обязательно. Главное, просто правильно по-самому искать для себя вот этих вот постоянных медиумов, правильные вещи для себя, читать, всё перепроверять, десять раз задать вопрос, пересмотреть, перезаписать. Вы сами себе противоречите, Артур, потому что, кажется, действительно, каждый человек может прийти и узнать об искусстве всё, что хочется, но всё-таки приходят на ваш ТикТок аккаунт, чтобы узнать что-то именно в форме подачи, ну, чтобы человек нашёл вот эти интересные вкусные факты и рассказал о них очень необычно и непривычно. Да, но я же не смогу научить их всему, особенно там за 20-30 минут или за часовую лекцию или за один-минутный ролик. Моя основная задача вообще всего этого блога заключается в том, чтобы зритель посмотрел и он вдохновился пойти и прочитать что-нибудь ещё, посмотреть что-нибудь ещё. Я же не могу каждый день ходить с ним за ручку и всё везде тыкать. Я просто всегда призываю к ещё большему. Ходить за ручку, ходить за ручку и везде тыкать. А тут вспоминается наш прошлый разговор. И, кстати, вы сами подвели к моему вопросу, у нас остаётся чуть меньше. Одна минута. Да, одна минута, очень быстро. Как продвигаются вот эти цифровые экскурсии по музеям? Вы говорили, что это ваша мечта, вы хотели бы эти гиды записать. Да, я сейчас нахожусь в процессе, я подробные маршруты прорабатываю на все музеи. Сейчас буду начинать ещё делать такие тур-экскурсии по Европе. Очень хочу попробовать там за символические деньги, посмотреть, работает ли или нет. И я думаю, что к лету будут уже, наверное, первые гиды, да, выйдут. Рига в списке? Рига, конечно, Национальный музей обожаю. Прекрасная, отреставрированная, замечательная коллекция. И главное, нападок заходим, посмотрим на ещё парочку современных. Берзинша там, вот, Пурвитеса и Старак. И всё, да, есть хорошие вещи. Просит ли, кстати, провести частные экскурсии? Это же тоже как-то такая... Да, да, просит. И я в ближайшее время вот прям начну их делать по самым топовым музеям Европы, потому что у нас ужасно дешёвые билеты. Если вдруг кому-то будет когда-нибудь интересно, я бы хотел вот в ближайшее время организовать за символические там деньги тур и поехать, посмотри, как это работает. Потому что договориться с музеем, перелететь, найти гостиницу, всё там в символическую стоимость, это на самом деле так легко сейчас, даже несмотря на пандемию. И главное иметь сертификат, да. Вот. Не подумайте, что я там кого-то заставляю или не заставляю. Это, конечно, всё упростит. Вот. И это очень круто. Я очень хочу этим сейчас заниматься плотно, потому что путешествовать и путешествовать за искусством это очень легко и очень здорово. Вот. Прекрасный финал. Артур Чехов, ищите, в принципе, вся информация, наверное, будет доступна в ТикТоке, в Инстаграме, на Фейсбуке. В Телеграм-канале. Спасибо огромное. Спасибо вам, Артур. Хорошего дня.